Отец Сергий и немой художественный фильм Якова Протазанова по мотивам одноименной повести Льва Толстого, одно из выдающихся произведений до советского кинематографа. Сюжет. Сюжет фильма близок к литературному первоисточнику. Молодой князь Степан Дмитриевич Касацкий с благоговением относится к государю Николаю Первому и всячески ищет его расположение. Князь влюбляется в красавицу Мэри Короткову, не подозревая, что она любовница государя. Узнав правду, он переживает потрясение и встает перед необходимостью полностью пересмотреть свою жизнь. Князь отказывается от титула, уходит в монастырь и принимает постриг под именем отца Сергия. В монастыре жизнь кажется ему слишком суетной, подверженной соблазнам. В поисках душевного успокоения он становится отшельником. Через шесть лет на Масленицу мимо его кельи проезжала веселая компания, а с ней красавица Маковкина. Она решает на спор соблазнить отца Сергия и уговаривает друзей привезти ее в три часа ночи к нему. Она просится в келью Сергия согреться и снимает намокшую одежду. Отец Сергий смущается, видя в этом происке дьявола. Маковкина отвечает, что она просто грешная женщина и начинает соблазнять его. Сергий под предлогом удаляется в сене, где отрубает топором указательный палец левой руки, дабы усмирить плоть. Маковкина видит кровь и молит о прощении. Уже через год она сама уходит в монастырь. Провидность отца Сергия привлекает к нему как верующих, так и светских бездельников, которым в охотку поиздеваться над затворником. Соблазны находят его и в уединении. Не в силах обрести покой и прийти к согласию со своей совестью. Отец Сергий впадает в отчаяние и становится безымянным бродягой. В ролях Иван Мажухин, князь Степан Касацкий, отец Сергея, Вера Джинейва, Мэри, Наталья Лисенко, Маковкина, Вера Орлова, дочь купца, Владимир Гайдаров, царь Николай I, Ольга Кондурова, графиня Короткова, Николай Панов, отец Касацкого иона Таланов, купец, Петр Бакшеев, молодой монах, поликар Павлов, привратник монастыря, Николай Римский, епископ, история создания. Первые о намерении экранизировать повесть Толстого Протазанов заявил еще работая над постановкой «Пиковой дамы», а в 1916 году отец Сергей был даже анонсирован в рекламе «Товарищество» и «Ермольева». Однако в те времена постановка отца Сергия была бы как минимум затруднительна, так как действовал цензурный запрет на изображение в художественных фильмах членов царской семьи и представителей духовенства. Съемки фильма проходили в середине 1917-1918 года. Во время съемок Яков Протазанов заболел и на некоторое время его подменял на съемочной площадке сценарист Александр Волков. Фильм вышел на экраны 14 мая 1918 года. Премьера фильма состоялась в московском кинотеатре «Арс. Значение и влияние». Фильм имел значительный успех, еще более упручив авторитет Протазанова, как постановщик О. и Мажжухина, как выдающегося актера Н. М. Зоркая русская школа экранизации. Серебряный 910-й. Фильм был вывезен за рубеж вопреки запрету советских властей и пользовался там значительным успехом. Б. Лазаревский. Газета. Кинотворчество. 1924. Номер 2. СТР. 18 вольт. 1928 году. К столетию со дня рождения Льва Толстого. Был осуществлен повторный выпуск фильма, однако демонстрация его в рабочих клубах была запрещена. Повторный выпуск вызвал бурную негативную реакцию советской идеологической прессы. Вот типичный пример тогдашних нападок на фильм. Долой с экрана отца Сергия. Газета. Кино. 1928. Номер 40. СТР. 5. В истории советского кино сказана история советского кино. ИСТ. Искусство М. 1969. Т. 1. СТР. 113. Раздел. Рождение советского кино. Часть. Русское кино. Глава 3. Интересные факты. Композитором Евгением Букки была написана оригинальная музыка, которая должна была сопровождать демонстрацию фильма. Сохранившаяся версия фильма имеет продолжительность в 79 минут. К 150-летию Льва Толстого в 1978 году была осуществлена новая экранизация. Фильм «Отец Сергий» поставил режиссер Игорь Таланкин, а в главной роли снялся Сергей Бондарчук. В фильме звучит вальс Эллен Толстого.